Жители Чувашии призывают уделять особое внимание профилактике гриппа и ОРВИ. Март оказался холодным месяцем. Как укрепить организм, чтобы избежать неприятностей, и как, наконец, лечиться от этого опасного недуга, знает Рифат Фаткулин. В зимний период здоровье требует особого внимания. Ведь пик сезона простуд обычно приходится на февраль-март. В городской детской больнице номер 3 Чебоксар уже наблюдается наплыв маленьких пациентов. Грипп является одним из самых тяжелых и опасных вирусных инфекций. Врачи рекомендуют не забывать о профилактике. Лучшая броня – вакцинация. Она проводится осенью до начала эпидемии. На сегодня привито 75% детского населения. Вакцинация очень важна, и она нас на самом деле очень спасает. Вакцинироваться нужно. Детей своих защищать от гриппа нужно. И не нужно думать, что он не страшный. Мы очень часто путаем вирус гриппа с вирусами других респираторных инфекций, которые менее страшны. И у нас складывается ложное впечатление о том, что если мы не привьемся, с нами ничего не случится. Чтобы не заразиться, достаточно соблюдать несколько простых правил. Пришли с улицы – помойте обязательно руки. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Чаще бывайте на свежем воздухе. Лыжи, коньки, игры на свежем воздухе, проветривание помещений, увлажнение. Обычное увлажнение помещений даже. На батарею положили влажную тряпочку для того, чтобы увлажнить температурный режим. Сухость, слишком сухой воздух раздражает и способствует размножению вируса. Если какие-то симптомы появились, острых и спиратов вирусных заболеваний, не обязательно принимать антибиотики. Мы все чаще и чаще говорим о том, что бесконтрольный прием антибиотиков не только как и какой-то спасает ситуацию, а наоборот вредит. Вирусы не любят кислой среды, поэтому, если вы заболели, надо постоянно пить чай с лимоном, смородиной и малиной. Эти ягоды богаты витамином С, который необходим для работы иммунной системы. Если простуда не будет реагировать на эти меры, важно не заниматься самолечением и немедленно обратиться к врачу.